Телеканал КРТ представляет На западе Украины родители дали ребенку имя Зеленский Кстати, сейчас приняли закон, в первом чтении в Раде, что можно и отчество менять На мальчество Так Порошенко взошел в суд и сел на место прокурора Ключевое слово здесь сел Вот сейчас что-то скажу, объявят меня агентом Там вот где не тронь, там везде уши Байдена Только чтобы никому не говорить Сейчас в США людей крестят и исцеляют на священном месте смерти Флой Да вот до чего там докатились Я говорю о больной проказе после опускания в эту ванну со стой в этой Флой Да, рассосался Я такого даже в цирке не видел Какой ваш главный будет слоган на выборах? У меня есть историческая миссия Я верну мировому спорту Ключкова Доброе утро, зрители телеканала КРТ Сегодня ваше любимое субботнее шоу «Три кандидата» И в гостях у нас не просто политик, а и, наверное, главный политический байкер Украины Человек, который теперь передвигается, чтобы избегать пробок на мотоцикле Михаил Маркович Добкин Здравствуйте, Михаил Здравствуйте Мы в прошлый раз поднимали тему о том, что Михаил Маркович заявлял о том, что у него есть виды, планы, цели поучаствовать в киевской компании И сегодня он нам расскажет, правда это или злые разговоры Правда это или правда И параллельно с этим, на самом деле, у нас еще, извините, Саша вернулась, она как Вакарчук Она уходит, чтобы не уйти Конечно, мы просто проверяли, знаем ли мы заранее, что будет с Вакарчуком, но вот видите, как я ушла, так и он остался Раньше так говорили о евреях, евреи прощаются и не уходят Англичанин не прощается и уходит А Вакарчук просто не уходит Да, Вакарчук, Вакарчук это Вакарчук Ну что там с Киевом? То есть это отдельно Давайте нам пару инсайдиков интересных Будет все хорошо, будет все красиво, удобно, комфортно для жизни, безопасно Мать городов будет развиваться? Зелено и развиваться будет и восстанавливать утраченную, незаслуженно, ну не хочу говорить славу, потому что видите, об Вакарчуке заговорили, я сразу забываю Славу утраченную уже возвращать не надо Пусть он идет туда, куда шел, петь песни Слава с Большим Да, у него лучше это получается Ну а если так, без шуток Я хочу сказать, что, ну, немножко, немножко зашился господин Кличко И мне кажется, он не понимает вообще целей и значений городской власти Это не только выдавать землю, не только распределять бюджетные средства Это еще и следить за тем, чтобы выполнялись твои распоряжения Чтобы город убирали, чтобы за городом следили, чтобы благоустраивали То есть меньше ТРЦ, больше парков? Не надо одного за счет другого ТРЦ должна быть, но только не на правом берегу Скорее всего, новая окружная дорога с расчищенными площадками Там, где сегодня стихийная торговля Вот на тех кусках, которые можно назвать окружной вокруг Киева Это, ну, это не предместие столицы То есть, ну, так не должен выглядеть Киев даже с окраин Там должна быть современная окружная, которая поможет разгрузить город И вдоль этой окружной должны стоять торговые центры С огромными площадками для стоянки машин С парковками Там, где... Мост нужен через Днепр, шум новая окружная Ничего же нет невозможного Главное... 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 Даже не мост, главное Главное, чтобы появились люди, которые скажут Сделав научные расчеты, что нужно таким образом направить потоки машины Транспорта Таким образом подвозить людей к городу Междугородним транспортом Чтобы не было в одном месте огромного скопления А в другом месте, как говорится... Киев сейчас ведет же рекорды, да? Потому что есть же в списке там самых загруженных городов И Киев там вместе с индийскими городами Вот послушайте, у меня есть историческая миссия Во-первых, когда киевляне мне окажут высокое доверие Принести Харьков в Киев? Руководить, нет Руководить столицей и привести ее в порядок Я буду первым в истории Украины Главначальником, который побывал мэром в двух крупнейших областных центрах В двух столицах? Да, это первое И второе И еще более весомое Я верну мировому спорту Кличко У него будет возможность потренироваться, вернуться в ринг И приносить людям настоящую радость Ту, которую он дарил, когда еще не был мэром Посчитаем, что это у него был период травм Когда он не мог выступать Он лечился И вот вылечившись, перестал быть мэром Он опять пойдет в спорт Представляете, какой будет ажиотаж Если будет боксерский поединок Там, Льюис и Кличко В Киеве? Конечно, в Киеве Кличко еще может, как это, мемуары писать Они может там каждый день уходят в это видео И он там ляпы на ляпах Кличкизмы У меня вопрос в другом Мемуары писать может каждый Вот прочитать их, может, могут и все Михаил Маркович А какие планы насчет Киевсовета? Ведь мэру все-таки нужно опираться на поддержку Депутатов Киевсовета Есть планы амбициозные? Зайти не только самому, но и условно с командой? С командой нужно заходить по-любому Но вы понимаете, что меняется Абсолютно меняется Уже тенденция к руководству городов Уже политизация уходит Городских советов Уходит на второй план Дело в том, что По большому счету Кого бы не избрали киевляне Они же избирают людей Которые обещают Делать только хорошее И бороться с плохим Каждый по-разному видит свой путь к этому Но если попытаться объединить Убрать все политические нарративы С этого, вот видите, модное слово Вспомнил А оставить только, скажем так Хозяйственную часть Ну какая разница с кем договариваться Я был мэром При президенте Ющенко При премьер-министре Тимошенко У них была вся власть В Киеве и в стране Полицейские, тогда еще милиционеры Прокуроры, служба безопасности Это все были люди Которые, ну, вообще не являлись Ко мне социально близкими Но мы же как-то нашли способ С ними договариваться Не меняя своих политических взглядов Я же не перешел Я правильно понимаю, Михаил Маркевич То есть ключевым тезисом будет Договариваемся со всеми Конечно, вот есть круглый стол Нет, я в хорошем смысле договариваюсь Что у нас там? У нас тут про команды разначили Есть новость Одна из новостей недели Таких топовых Их вообще много было Но они все скандальные Так вот, в «Слуги народа» Руководство Попало в сексистский видеоскандал Боже Товарищи Арахамия и Корниенко Обсуждали Вот некую Аллахверзию Депутатку «Слуги народа» Словами, мягко говоря Сексистскими выражениями В общем Видео там очень сложно Я вам так просто несколько зачитаю фраз Корниенко говорит Арахамия Такая поддутая, конечно, чуть-чуть Чуть-чуть тюнинг Но ту матч В общем, она баба рабочая вообще Как корабельная сосна Она проведет 300 встреч за 4 месяца И выиграет Ну, в среднем, эти выборы Байра Николаева Ну, по логике, да Они же в Николаеве презентацию делали Вот Как вам такой корпоративный стиль общения? Корабельная сосна для города Корабелов Ну, понятно, что аналогии Они же знали, куда едут А вы не думаете, что это на самом деле Такой вот хитрый способ Презентировать кандидата от СН для этого города? Оно вроде бы как бы на первый взгляд скандально А с другой стороны все об этом поговорили Все выучили Ну, вот я пока не выучил Но так уже Уже, да Идентифицируешь Ну, они, конечно, ребята креативные Но даже для них это будет слишком Таким образом Сексипартия, как говорил Корниенко Вы знаете, я вообще вот Слово сексизм, блин, непонятно Но женщина по своей природе Должна нравиться мужчине Это ее такой генетический код А вообще этот сексизм, равенство Это гендерство Это все придумали люди Для которых гомосексуализм Более родная стихия Чем, скажем так Как это было Испокон веков Создано Господом Богом Поэтому Хотя, помню, в Древней Греции Там происходило разное Ну и где эта Древняя Греция? Ну и где эта Древняя Греция? С их разным Дело в том, что Дело в том, что сказать Комплимент женщине Или сказать в разговоре с мужчиной Когда не понимаешь Кто-то слышит Там какие-то слова Которые можно Считать комплиментом Ничего страшного Здесь другое Я не понимаю, почему Корабельная сосна Какая ассоциация? Николаев, да Город Корабелов Но там никогда не строили Деревянных кораблей А может начнут? Ну вот я же ему говорю Может мы так до плотов Сознаешь Не то, что там какие-то Чайки будут Как у казачи Повернем в историю в спять Так, слушай Просто плот На маленьком плоту И все Ну видите Это Тенденция в чем плохая А в Украине вообще Растут корабельные сосна? Нет Ну мне тоже кажется Что как-то у нас Если я не ошибаюсь Петр первый Лес для кораблей Они рубили где-то там В Астрахани Ой, в Астрахани В этом Господи Не Астрахани С другой стороны Архангельский Архангельский, да И Там действительно Я там не был Ливанские кедры Я понимаю, что такое Корабельная сосна Но дело не в том Что они готовятся К деревянному флоту Может это экологически чисто У Порошенко был Москитный флот Москитный, да Тут тоже У Порошенко еще и бананы были Три банана надувных Перекрывали вход Выход Черномурскому флоту Из Из Бухты, да Представляешь, что тебе сказали Говорит, классный кандидат Как надувной банан Вот это вот Знаешь, вот корабельная сосна Против надувного банана Подождите Еще есть Одесса Знаменитый город Там тоже есть море Там может быть надувной банан Ну То есть такое распределение То есть ты уже заранее оделся И ты хочешь быть кандидатом От слуги по Одессе Признавайся Подчеркиваю, что я подхожу По всем параметрам Да Даже без собеседования подхожу Но самое интересное Как они начали это отмазывать В СМИ появился темник Вот в телеграм-канале Темник банковый Так и называется Так вот Вообще не палим Первое Не втягивать президента Президента Зеленского И главу офиса Ермака В скандал Еще интересное Указать на заказную природу Появление данного скандала Нивелировать информационный повод Деактивировать Информационную бомбу Ну в общем Очень много умных Красивых слов Деактивировать Она могла сдетонировать Корниенко просто Наверное не дочитала Или не поняла Решил вечером просто извиниться Нет Ну просто У меня Если честно Вот читать Так называемый темник У меня такое чувство Что это на самом деле Ну не похоже на темник Ну а при чем здесь Напустим Там Ермак И Тебе же сказали Ни при чем Не втягивать Че ты лезешь туда Че ты замешиваешь Вы не ставьте знак Равенства Между всей командой Президент Там Было братство Когда они шли На выбор А когда они уже Расселись по кабинетам И уже Прошла там Некая перестановка Там уже Это такое Знаете Если еще не банка С пауками Это такой уже террариум Там где Большие пауки Ловят маленьких Так оно так и называется Банковое Что с тобой случается Дом с химерами Все нормально Банка с пауками Все близко Банка с химерами Просто когда-то Как это Год назад было популярно Говорить о том Что улица банковая Будет приват Банковая улица А сейчас уже стало понятно Что они Оказалось что нет Что да Да После закона Я не пойму другого Смотрите Ну вот Они говорят там Диджитализация Они говорят о новых подходах Ну и карбеля со сне тоже Мы слышим Там даже удивлялись О том Что дедушки Пришли на встречу К ним Там же есть еще Продолжение этого Видео Прекрасно Звали их Зи дедушки Не понимаю Зи дедушки Да Ну и сказали Дедушки Что это за дедушки Рахамия удивился Корниенко по-моему Да Он тоже сделал Дюрельный вид Сказал Наверное Зи дедушки Наверное Наши Зи дедушки Пожалуйста В название нам вынесите Зи дедушки Да Мне очень нравится Я думаю Что Я думаю Что вот они Внешне Пытаются быть Современными Такими знаете Управленцами Новые лица Новые технологии То есть Они от всего Отказываются Я слышу риторику Многих Слух народа Они говорят Это совковое Это вообще фу Это там Убрать Уничтожить Но они Ничего нового Не предлагают А методы Которые Они это все Продвигают Они абсолютно Ну вот Из тех времен Абсолютно Темники Да Что такое темники Это получается Что на сегодняшний момент Есть определенное Узаконенное Крепостное право На средства массовой информации На журналистов Которые должны Освещать только так И еще такие заголовки Выносить В названии Которые привлекают Внимание читателей Как выгодно банково И учитывая Что они там ругаются Между собой В одной и той же статье Одна часть слух народа Может быть хорошей И неприкасаемой А на другой Нужно будет вылить Ведро с помоями Чтобы они еще больше Засветились там Свои какие-то зашквары Такое уже презрительное Отношение к президенту Иногда проскакивает А вы знаете Мне кажется Они его используют Только лишь Знаете Вот Как ракетку в теннисе Не больше То есть Он не теннисист И даже не рука Он для них ракетка Которая должна Хорошо подкрутить мяч И перебить Почать их проблемы Они как-то ведут Самостоятельную жизнь Арахамия Мне кажется Считает себя Полноценным Хозяином Большой части Слух народа То есть Он позиционирует себя Как человек Который там с ними Генерирует какие-то идеи А не как просто Человек Которому поручили Организовывать работу фракции То есть Это же не Это же не лидер фракции Это не лидер партии Это человек Организатор Единственное Кто мне Очень сильно Не так сказал Единственное Кто сильно так Выделяется На фоне Все этой Молодой Братьи Это второе число Которое я хотел сказать Первое не скажу Нельзя в эфир Это Разумков Он очень Выделяется Вот у него Мышление Государственное Он не позволяет Делать из Верховной Рады Балаганы Вот они же хотят Знаете как Вот хотим А они же не смотрят Как это реализовать Вот мы хотим Вот я хочу Чтобы мне телефон Сейчас стал красным Давайте Красть его Говорят Ну краска облезет Ну не будет работать Камеры не будут работать Вот хочу красным То есть Они не понимают Что еще есть Процедура Что есть прописанные Законные регламенты Я увидел Если что Мы подготовились Просто Значит Кстати Цвет христианских Социалистов Один в один Я в курсе У меня все Все это записано И Разумков Разумков Он Он не дает Превратить Скажем так В какую-то команду Команду Таких Смешных управленцев Руководства Верховной Рад Вот этим он Заметно Отличается От них Выделяется Я читаю Что там В отношении него Какое-то раздражение Есть Я не хочу Подливать масло В огонь С словами Поддержки Его в адрес Но я говорю Объективные вещи Я же работал При многих Спикерах Верховной Рад В отличие от прошлого Спикера Его можно понять Его не только Можно понять Его еще приятно Слушать Потому что То это было Не спикер Спикер Ну вы знаете Процессы этого слова Оно же у нас Заимствовано Новость Тоже вчера была О том Что с Банковой Кразумкова Уже прислали Смотрящих Глава его аппарата Уже там Подсматривает Подслушивает У нас В принципе Можно снимать Пародию На фильм О Джеймси Бонде Кошелек Кошелек Какой беспорядок За то Есть у нас Есть у нас Видео Сейчас нам Покажет режиссер О том Как Вышел К бастующим Шахтерам На улицу Панковую Далеко нельзя Ходить Но на улицу Можно И начал Продайте Сидайте Мне пару дней Начал Тут Гадя Расскажет Почему Мне не платят Зарплаты Я разберусь С центром Энерва Почему Он Не платит Зарплаты Езжайте До дома До своих Семей Я разберусь Не, ну что Президент Уполняет Социальную Функцию Кирилл Я желаю Здоровья Супруги Президента Чтобы Она Быстрее Выздоровела Чтобы Президент У нас Был Здоровым Потому Что Здоровье Главы Государства Уже Ему Не Принадлежит Есть Специальное Законодательство По которому Народ Обязан Знать Если Не дай бог У президента Проблема Со здоровьем Например Американские Президенты Вообще Не обязаны Публиковать Сообщения О медицинском Состоянии У нас Нет Но В принципе Здоровье Президента Уже Ему Не Принадлежит Я Искренне Говорю Во-первых Он Молодой Человек Во-вторых Напряжение Там Сумасшедшее Турецкая Газета На этой Неделе Перепутала Фотографию Жены Зеленского У нас Это Картинка И опубликовала Новость О том Что Супруга Президента Заразилась Ковид-19 Подкривив Фотографии Веры Брежневой Зеленского Из сериала 8 первых Свиданий Можно Вопрос Можно Веру Брежневу Выдвинуть Вопрос Можно Главное Не Леонида Это Это считается Как Измена Кому Родине Не Не Родине Супружеская Измена Это Может быть Воспринято Турецкая Провокация Воспринята Мне Просто Интересно Как турецкие Журналисты Они писали Зеленский О Первая Фотография Знаешь Жена Представьте Уровень Внимания Украине Я Недавно Смотрел Один Из Сайтов Турецкий Нет Украинский Я турецкий Не читаю Я не знаю Языка Один Из Украинских Сайтов Который Ну Такой Позицируется Как жесткий Хотя Заголовки Печатают Такие Как указаны В темниках В канале Темники Бах Да Короче Они пишут О Кирилле Тимошенко А фотографию Выставили Юлия Тимошенко Не ну Чего нет Одно лицо Слушай Ну мы же знаем Технологию Когда можно Даже в бюллетене Кандидата Клона Поставить Да Кстати Как ты думаешь Будут вот сейчас В преддверии местных выборов Активно использовать Технологию Двойников Ведь у нас даже На парламентских Было несколько Зеленских Не работает Голобородька Все что хочешь Ну то есть Как бы сейчас Это уже Не актуально Или еще Как бы Она не работает Каждая технология Своё время Я собираюсь С ребятами С молодыми И мы сейчас Пытаемся Определить Вот портрет Среднестатистического Киевлянина Да Ну вот Какой Кирилл О чем думает Причем нам же нужно Объединить Необъединяемое Нам нужно И молодых И уже не молодых Людей Кирилл У вас Ничего Не подрали Вчера Нормально Мы на разные Каналы ходим И Мы пока Не можем Честно говоря Я пока Не могу То есть Эта работа У меня еще Не завершена Я постараюсь Это завершить Но Пока Вот Вывести Единый портрет Человека Невозможно Для чего Это нужно сделать Для того Чтобы понимать Людей Разговаривать С ними на одном языке Я же Испана ехали Да Ну если говорить о Киеве То Для того Чтобы Говорить Не Какими-то Своими Представлениями О городе А говорить Так как Его представляют Киевляне Мужно понимать Как они его представляют И вот В одном из Таких обсуждений Там Выдают идею Или такую Информацию Даже не идею Ну вот Ничего не изменилось Со времен Януковича Вот Есть Понимание Что лучше всего Будет Не слово А продуктовые наборы Как это делал В свое время Леонид Михайлович И будем называть фамилию И Я вот знаете Так задумался Думаю Ну не может такого быть Но оно уже в Харькове не работает Как оно может в Киеве работать И в итоге Я вот Переосмыслил Я понял Что Те кто будут К таким технологиям Старым прибегать Которые давали результат В свое время Посмотрите на Черновешку И сетки Конечно Не будем называть ее Меучество Ну вы поняли Ну и сетка Это просто Схема Как правильно Донести эти пакеты А суть Скажем так Технологии Заключается В продуктовом наборе Кто-то Медикаменты Раздавал Аптечки Ну не важно Что было внутри И мы здесь Благодаря Эль Кафино Это не продуктовый набор Но наше кофе Которое делает Вкусно Мне классную воду Хорошим Утро Да Это ты еще кофе Просто не пробовал Ну вода уже неплохая Ну гречка сии На самом деле Смотреть Я к чему Не работает эта технология Все Люди будут брать Потому что люди доведены Ну не все Но какие-то будут люди брать Доведены До Но голосовать будет по-своему А голосовать будет по-своему То же самое Вот то что Мы обсуждаем По поводу двойников Ну посмотрите Эта технология какая Там даже 5% Никто оторвать не может Там максимум идет 1% Против тебя выставляли двойников? Ну у меня уникальная фамилия Что бы вы знали На момент На момент Когда я избирался Когда я избирался Мэром Мы нашли Информацию В сети О том Что мой однофамилец Работает мэром Какого-то Американского города Ну не очень большого И мы еще смеялись Оказалось дорого Если двойника хотят Надо ехать туда И еще вам одну вещь скажу Я тоже недавно Об этом узнал Не мой родственник Тоже мой однофамилец В далеком В далеких 50-х годах Был первым Кто основал Байкеровское движение Создал первый Байкерский клуб Причем Байкерский Такой Южнее И западнее Нью-Йорка И это движение Тогда было основано На базе Вот всех этих известных На сегодняшний день Американских клубов На идеологии Вернее Не на базе Это объединялись Ну не совсем Послушные В отношении Закона Люди Все-таки Судьба Такая Интересная У нас кстати В многих Напрягла еще Полкость Вроде бы Однофамильца И ассоциация Вот недавно Был назначен Тут была такая новость Лысова Назначили Главой Лысова Ну господи Многие читали Лысова Но он Лысов Игорь Лысов Так На западе Украины Родители дали ребенку Имя Зеленский А вы говорите Нет двойников Двойники растут уже Там и Янукович Чтоб ты понимал Насчет Лысова Чуть постарше Подожди секундочку Кирилл Лысов на секундочку Папа моего одноклассника Так что я как раз Фамилию знаю Пользуясь случаем И Русланчику привет Давай Зовут его Зеленский Евгеньевич Депьеш Да ты что? Депьеш красиво Кстати Сейчас приняли закон В первом чтении В радише Можно и отчество менять На матчество Что он теперь Может быть Не Евгеньевич А Александрович Понимаете Мир сошел С ума Если полностью Еще не сошел То очень сильно сходит Все что Раньше воспринималось Нормально Абсолютно Никого не унижало Не обижало Сегодня Вдруг начинает Вызывать Какие-то возмущения Участие народа В Америке Могут посадить Человека Добившегося Невероятного успеха За обвинение Там В приставании К женщинам 30-летней давности Сегодня Чернокожим Людям Я их не разделяю Для меня все люди Независимо от цвета кожи Люди Белые люди Целуют ноги То есть унижая себя До крайней степени Я не понимаю Всего этого Я понимаю Что Главное Это взаимоотношения А не у кого Какой цвет кожи И понимаю Что в Америке Люди живут В принципе Неплохо Я не понимаю Почему у них Такая пошла волна Ведь эта волна До нас докатится Так она у нас и началась Может она от нас Класс Это же укранизация Американской политики Давно началась Вы знаете Я хочу вам сказать Я конечно Иногда бываю Нездержанный И могу что-то такое Скать очень острое Я когда-то Меня вырвало Что вот Погромы Определенные части Населения в Америке Мне очень напоминают Погромы 14-го года Только вместо Чернокожих людей Были там Приезжих из определенных Областей нашей страны Но это Так нельзя говорить Неправильно Нет-нет У нас этого не было Мы живем же С заторможенным Развитием Во всех отношениях И у нас и хорошее Позже происходит Слава богу И плохое Но заметьте Во многих политических Тенденциях Не в экономических А именно политических Мы задаем тон Потом появляется в США Например Памятник опад Идолопад Томовство Трама Типичный Непатит У него дочку На Тут пристроить сложно Как бы Зеркописнера пристроил Сына пристроил Пристроил Белый дом А чем отличается Байден или Буши Там Есть Определенный Слой Населения Маленький Очень процент Это Политические Династии Это закрытые клубы Кеннеди Например Почему только Кеннеди Мы же знаем Как бы Верхушку Этого Айсберга Там есть Огромное количество Людей Которые Сенаторы Мы их фамилии Не знаем Конгрессмены И у них Есть свои Династии Их дети Заканчивают Престижные Учебные Заведения Получают Специальность И всю Свою жизнь Связывают Дальше С политикой Они идут По возрастающей И у другого Американца У него нет Шанса В избранстве Ну Буши Например Когда Буш Отец Бушцы Были президентами Я был в кабинете В котором Работал Буш Младший Когда был Губернатором Техаса Я был в Техасе По приглашению Тогда губернатора Рикопери И мы Очень много Посмотрели Это конечно Ну штат Невероятный Фактически Это не фактически А практически Единственный штат Который Не самостоятельно Вошел А был завоеван У них Висят Знамена Как одной Страни Так и другой Знамена Боевые Там С Простреленной Тканью С обожженными Там краями Они очень Гордятся Тем Что Так У них Получилось Ну об этом Кстати Там очень Часто Говорят У них За это Не садят Не бьют У них Не бегают Нацки По улице У них Памятники Конфедератов Проигравшей стороны Стояли Во многих Штатах Я Насколько Понимаю В Техасе А Техас Это Вочин Республиканцев В Техасе Нет Погромов Погромы Там Где Смешались Кони Люди Где Скажем так Стали Такие Мегаполисы Которые Уже Нельзя назвать Американскими Городами Там непонятно На каком языке Больше разговаривают На испанском Или на Но в США же нету Закона о государственном языке Когда-то хотели Принять о немецком языке А зачем Но США Это государство Которое было создано На основе договора Общества и власти Потому если меняется общество То меняется и Америка Если сейчас испаноязычное Ну значит будет испанский Слушайте Ну кстати о кланах Вот мы говорили о том Что нельзя добиться успеха Даже Арнольд Шварценеггер Всем хорошо известный Как актер И как политик Он тоже был женат На представительнице Как раз клана Кеннеди И это мало Ну как бы Афишируется В нашей В нашей Как бы Информационной повестке Но на самом деле На определенных этапах Вот даже браки Вход в кланы Это определенный Знаешь как Ну билет Я же о чем говорю Это закрытый клуб Вот я слышал Я слышал Будучи в США Историю о том Что Трамп Кирилл Подбросить Что они не могли стоять На одном поле Нет Могли стоять На одном поле Но Гольф клуб Это закрытое общество Где люди Не просто играют Курят сигары Там Гольф единственный Спорт Который Не относится К допингу Там даже можно Виски выпить И идти играть То есть не считается Нарушением права Ну если мы говорим Не о супер профессиональном А о любых соревнованиях Так вот Там же происходит общение Гольф это По большому счету Общение То есть у нас в бане Приходят И там политические вопросы Решаются А там в горе Тут вот знаешь Как бы Трампа не пустили В одну баню Не пустили Поэтому у нас Многие вещи Происходят через одно место Которое не голова Понятно Но в США кстати Существует Вот они называют Если президент Он стал игроком в гольф Это часто воспринимается Как негативный ярлык Я не знаю Что президент предал Широкие круги населения Я когда-то Оторвался от низов Я когда-то был в гостях У Андрея Шевченко Он тогда По-моему завершал играть За Челси Я был у него дома И он показывал Ну невероятное место Красивейшее И он такой человек С хорошим очень вкусом Супруга у него очень приятная И он показывал Вот у них есть там Гольф-клуб Буквально там От него пешком Пять метров А он говорит Ну Говорит это наш местный А вот тут через 100 метров Ну или что Через 2 километра Есть закрытый Я говорит Два года ждал Пока рассмотрят Мою заявку На членство Я говорю Зачем Ну посмотри какой классный Гольф-клуб Он современный Все Я там даже Брюки себе купил Чтобы поиграть Не много Не было одежды Специальной Там же обувь Специальная Обувь и брюки Я там купил В Парашопе А он говорит Ты что-то не понимаешь Говорит Вот этот клуб Там где ждал Членство Он говорит Закрытый Говорит Туда попасть Статусный Статусный Да То есть если ты Даешь визитную карточку Человеку У тебя написаны Какие-то регалии У нас гордятся Научными званиями Должностями Я одного Мы кстати не зря Три кандидата У одного чудика Когда-то в Верховной Раде Четвертого созыва Где я тоже был Прочитал Мне дал визитку Значит Я честно говоря Я такого Я такого даже В цирке не видел Значит Визитная карточка Верховная Рада Герб Флаг Украины Там Народный депутат Большими буквами Фамилия, имя, отчество Внизу Там Генерал Полковник Космических войск Не знаю Заслуженный Нижгалактический Ну вообще Там такое Но это еще было ничего страшного Значит Потом было написано Академик Там Я не знаю Там еще 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 много 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 чего А потом внизу Такими тоже Выдавленными буквами Было написано Оттеснение Слушайте Князь Киева И всея Украина Вот такое Ты сохранил Чтобы если что Ты знал куда звонить Князь Думаю Князь Это вы Знакомьтесь Очень приятно Царь Да Можно все остальное убрать Народный депутат Князь Простой А он мог поменять фамилию Сказать А я князь Ну да А у них группа была Там еще был Еще у них Черниговский Был Слушай Это межфракционное Объединение Они все земли Объединили Украинские Собиратели земель И все Группа депутатская Главное все князья Только союз распался Но вы-то не помните По возрасту Когда союз распался Было очень модно Находить себе У себя Дворянские корни Писать там Родословную И как правило Все кто этим Начинал заниматься Они заканчивали Одним и тем же Они потом находили Общую кровь И родство С царской семьей И были уже Великими князьями И претендовали Дальше на Престол Претендовали Конечно Все что тогда Распадалось Слушай зачем К царским Там к Романову Надо к Рюриковичам Сразу туда Все туда Рюриковичи Вымерли У нас есть свой князь Это Петр Порошенко Который на этой неделе Опять ходил по судам И с ним Соткнулся Конфуз Подожди Что ты путаешь Все С его челой Порошенко Князь тьмы Все правильно Порошенко Возошел в суд И сел на место Прокуроров Есть Ключевое слово Здесь сел Его все ждут Традиция судебная На место прокуроров Он сел Или на место адвоката Вопрос в 25 Адвокаты И подозреваемые Сидят на Лавочке За аквариумом А на против Сидят прокуроры Но Порошенко Подумал Что это он Тут будет В роли прокурора Не ну а что Нормально Пришел такой Так Как идет прокурора Я к прокурорам Буду я Да Вообще Представляете Насколько это Такое неприкрытое скотство Вот после всего Что опубликовали Записи Деркача Да Это лебезение Перед Вице-президентом Другой страны Это отчеты Выполненных Я прикрыл там Ваше Задницу Ну что А что Из песни слов Не выкинешь Это уже материалы Уголовного дела Будут И У него же Даже нет Ни тени Сомнения Что это нормально Так было можно Он же не изменился Он же не пытается Объяснить там Что это в другом смысле Было сказано Они единственное О чем говорят Кто это записал Кто имел право записать Но мне кажется Что записывал Сам Порошенко Эта новость Сегодня должна была бы От меня Конечно Ну вот вам Я думаю Что пленки На которых есть Голос Байдена И Порошенко Записывал сам Порошенко Я объясню почему Смотрите Политики в США Они более выдержаны Они отвечают За свои слова Они стараются Ничего лишнего Не болтнуть Лучше не сказать Лучше не сказать Совершенно верно Но если кто-то Что-то Лишнего Сболтнул Это может привести К отставке Добровольной отставке Человеков Чтобы он Не подставлял команду И Не засорял Этим поступком Вообще Суету политическую тусовку Потому что Он там станет Изгоем И выйдет С еще худшими Последствиями А так Может быть Сохранит возможность Здороваться Разговаривать Или его дети Или его дети Значит Смотрите Что делает Байден Байден Человек в таком возрасте В таком положении Добившись Таких успехов В США Это 76 Даже не высшая лига Это я не знаю Это премьер лига Он не позволил бы себе Если бы допускал Тени сомнения Что это может услышать Не только ухо Порошенко Он не позволил бы себе И 10% Сказать того Что он там сказал Он не позволил бы себе Давить Намекать В конце концов Есть закрытая Дипломатическая почта Он может написать То что нельзя озвучивать А потом Пойди докажи Писал он это или нет Порошенко может Прочитать Так же ответить Но он Говорит абсолютно Спокойно Расслабленно И наговаривает Себе на множество Статей Если это дойдет До американского суда Он наговорит Себе на реальные сроки И судям Американским Им До одного места Фамилия До того же места Им Его возраст Он получит По полной программе И о нем Вообще все забудут За секунду Сами демократы Первые же скажут Совершенно верно Поэтому Порошенко Он либо это делал Для того чтобы Продать потом Эту тему Трампу Помните Луценко Что там Пытался играть На две стороны Или он это делал Для того чтобы Шантажировать их потом Потому что он же такая Знает Есть такое выражение В народе Крыса лагерная А мне больше нравится Такая гнилуха Знаете такая вот Ты с ним разговариваешь Он тебе улыбается А внутри он такой гнилой Что он тебе говорит Здравствуйте А сам тебе говорит Да пошел ты Не хочу тебя видеть А тебе говорит Как я рад вас встретить Сегодня Нам очень важен ваш звонок Да Нам очень важен ваш звонок Помните как Иван Васильевич Меняет профессию Говорит Только же вы никому не говорите Что вы что Алло Алло Милиция Вот это Порошенко Самое смешное Что еще есть новость недели Что Петру Алексеевичу Хотят прочтить новую Эпидозру по статье Захват власти Вызвали на 30 июня В ДБР Так что Зеленский видит Что рейтинги падают Надо браться плотно За посадки Нет Ничего он не делает В этом плане Я думаю Что у него Эта тема табуирована Табуирована она его Осоветниками Я думаю Что многие американцы Которые работают Сегодня в Украине По линии посольства И других Организаций Где Есть Сильное влияние ЦРУ Не источнили за паранойю Ну так устроена Дипломатическая служба Дипломаты И разведчики Это Неразрывная Среда Так вот Они сами Наверное Сделали паузу Потому что Они не хотят Чтобы их работа В Украине Привела к тому Что Украина Будет использована В поддержку Одного И против другого Они не понимают Кто выиграет И сами хотят Сохраниться Я думаю Советуют Нашему президенту Держать тайм-аут Держать тайм-аут И не влазить А Порошенко Если тронешь Там его день и тронь Там везде Уши Байдена Торщат Понимаете Или другие органы Или другие О, не, не хочу Даже думать Трамп младший Заявил Что Байден Якс Мы имели ввиду Только нос Палец Для чего нашел Накал страстей В Америке Сын главы государства Дональд Трамп младший Записал Видео К национальному дню отца Где сказал Что он Обладает информацией О том Что Джо Байден Договорился С руководителями Боевиков Аль-Каиды Об убийстве Самого Дональда Трампа То есть Международный терроризм Подтягивают Как-то вы знаете Они как-то подняли планку В Америке Абсурда Я понимаю Что Трамп Украинизация Американской политики Ну вот Я понимаю Что вы патриот В хорошем смысле В душе Но не переоценивайте Потому что Я не думаю Что там Многие политики Знают Где Украина Находится На карте Да ладно Может просто Байден приехал После визита В Украину Руки не помыл И все И украинизация Политики И все Байден Начал изучать Украину На политической Карте мира Благодаря Компании Бурисма Которая показала Где газ есть В Европе Он увидел Что там где газ Там Украина Поэтому Они там И начали Существовать Деятельность И поняли Что такое Украина Это же Компания В Харьковской области Находится Охотова Есть там какая-то Инсайдики Ну вот Сейчас что-то скажу Объявят меня Агентом ФСБ Или Кринговой Надо просто Еще Надо в этой схеме Неменять одно Как эти плюнки Тогда оказались У Деркача Если он Ярый такой Критик Порошенко Петр Алексеевич Исчезли Из его Аудио шкафов Петр Алексеевич Порошенко Человек Вокруг которого Живет Ну может быть Кроме того времени Когда он спит Огромная свита Это охранники Водители Помощники Я не знаю Помощники 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 Помощников Если мы говорим О том Что у нас Посмотрите Были работники Прокуратуры Которые потом Начали возглавлять Антикорпуляционные органы Оказалось Что они Ну чуть ли не Кадровые сотрудники Иностранных спецслужб Да Такие консервы Себе были Почему мы не можем Предположить Что в какую-то Структуру Где готовят Охранников Ту же Государственную службу Охраны Не могут внедрять Людей Которые С такого Места в иерархии Будут вырастать В тех Кто Будет Направлять Поток Я Пользовался Услугами Госохраны Когда был Кандидатом В президенты У меня были Два охранника Очень профессиональные Ребята Которые работали При Януковиче С уходом Януковича С политической арены Их никто не хотел Брать Потому что Они везде с ним Были на В сеть видео Поэтому Когда мне Позвонили И сказали Что там есть Ситуация Они работали Со мной Я ничего В их адрес Вообще не говорю Но я абсолютно Уверен Что Одна из Специфических Обязанностей Людей Которые Занимаются Охраной Или возят Виплиц Это в том числе Вместе с тем Чтобы защитить их Обеспечить безопасность Это еще И немножко Другая сторона Они слышат Многие разговоры Они знают Передвижение Они видят Кто с кем встречается Поэтому Не использовать их Спецслужбы Не могут Понимаете Ну тогда Что это за спецслужба Ну и Грубо говоря Наверное Полностью Быть невидимка Невозможно Если тем более Это вип Персона Не возьму Так вот возвращаясь К тому Куда делись Пленки Порошенко Смотрите Вышла Через 4 года Крутилась Крутилась Ну если серьезно То мы должны понимать Что Во-первых Этих разговоров Скорее всего Гораздо больше Во-вторых Мы должны понимать Что могли Не только с Байденом Их записывать Он проводил Переговоры И с президентом Франции И с канцлером Германии И с Путиным С огромным количеством О, так как пленки С Путиным Это же вообще будет бомба Нет А так вот Ты понимаешь Вот эти разговоры Когда я вам звонил Не дозвонился А вдруг дозвонился А вдруг мы узнаем Что Вдруг там мы услышим Сплетни по поводу Байдена Он пересказывал Президенты Или Липецка Или еще чего-нибудь Кстати Я даже об этом не думал Я считаю Что вот это Лебезение Я вам скажу честно Я так Даже с Януковичем Никогда бы не позволил Себе разговаривать Хотя он был Мой прямой начальник Это ну совсем уже Уничижительная форма Для тебя Как для мужчины Как для руководителя Самого высокого уровня В стране Ну вот Нужно иметь гордость Ну разговарив Разговарив хотя бы так Чтобы это не выглядело Как то что ты стоишь на коленях И Знаете анекдот Можно анекдот Рассказывать Конечно Тут можно Тут нужно Значит Времена Ющенко Он занимается пчелами К нему приходят Слушайте Ну совсем у нас петля Нам русские перекрыли вентиль Газа нет Ничего нет Мы не перезимуем Пожалуйста Поедьте к Путину Переговорите с ним Он говорит Я к москвалям не поеду Ну пожалуйста Без вас ничего не будет Говорит А что нужно делать Ну просите его Ну у вас только обаяние Вот такой человек Говорит Ну хорошо Только я не поеду Хайвин к нам прилетает Ну говорит Мы организуем его визит к нам Ну вот он Приходит в аэропорт Борисполь Встречает Встречает Путина Тут самолет приземлился Поставили трап Значит Тут когда он выйдет Порошенко Говорит Что требует Господи Да не для меня Ющенко говорит Что Что мне требует Работать Говорит Ну вы так Поклонитесь ему Ну что вы понимаете Как гостеприимство Мы ему Караваев Вручим Вы поклонитесь Он вам поклонится Вот уже там Первый контакт Произошел И он такой стоит Трап Спускается Глава страны Агрессора Ющенко так Наклоняется И у него Штанина здесь Знаете В носок Залезла Никто не видел А так некрасиво Камеры Ему кричат Виктор Андреевич Виктор Андреевич Штаны Штаны И он так Да шо ж так Зовсем у нас Плохо Ну вот так Примерно Вел себя Порошенко Понимаете Он Он не Он недостойно Представлял Украину Недостойно Представлял Украину И я не исключаю Вот вы правильно Сказали Что В разговорах Знаете Чтобы может быть Даже внутри себя Там оправдаться Как-то Отмыться от этого Он в разговорах С другими президентами Мог что-то И на Байдена Говорит Типа так Позвонил старый Друг Из Пенсивании Я ему отказал Конечно Где я И где Миннесота Сейчас послетит Сейчас там весело Сейчас вон США Людей крестят И исцеляют На священном месте Смерти Флойда Вот до чего там Докатились До какого абсурда Там уже Встань и иди Новые герои Надо всех этих Снести память Так там вроде бы Как будто Вернулся слух Да Воду Воду В вино Мы еще не Кстати Не хотите Можно У нас кофе В воду превратить Или наоборот Не Мне пока Так хорошо Ну Действительно Как бы Оригинально Все происходит Так Да И Евангелие От Флойда Еще не появилось Просто ночью Произошло Мгновенное Исцеление От 20-летней Проблемы Со спиной Вот так вот Загравил Какой-то там Активист У них тоже Тереоактивисты Это тренд А больной Проказой После Опускания В эту ванну Со стой В эту И Флойда Рассосался Да подожди Из какой проказы Коронавирус Просто сейчас Начнут лечить Ты представляешь А есть разница Ну Мы конечно Не врачи Но Но похоже Что есть Но похоже Что есть Да В Днепре Заведение У нас У нас Работает Кондиционер Сейчас Еще Будет У нас Можно Попить кофе И принять Душ А у вас Можно в туалет Сходить У нас У нас У нас Просто Мы работаем На время карантина Можно говорить Кстати Насчет карантина Вообще Как вам Вот у нас Ряд регионов Может быть Усилен карантин А в ряде регионов У нас Ослабление Вот в Киеве Допустим Разрешат По 10 человек В кино ходить Вот мы можем Малой такой группой Куда-нибудь Я не думаю Что на вирус Есть Ну он есть Но Последствия И Масштабы Преувеличены Я единственное Сразу говорю Я не понимаю Что на самом деле Происходило И почему так Происходило В Италии И в Испании Да Ну и Англию Там сильно потрясло Америка просто Очень большая И у них такая Система медицина Что они лечат Только богатых А бедных Вообще не лечат Поэтому у них Это все закономерно Произошло Потому что чернокожие И поднимают же восстание Потому что они же Очень сильно пострадали От коронавируса Именно вот эта группа Я не думаю Что страдания От коронавируса Могут привести К тому Что громятся магазины Воруются Все что там лежит Потом у тех Кто вынес Воруют по дороге Ну то есть там А зато потом Компания получает страховку И таким образом Распродали тот товар Который не продавался Страховые компании Этого не выдержат Страховая компания Это пирамида Это Страховка От несчастного служа Они будут в помощь Государства потом Скорее всего Они прибегут к Государству Скажите нам Мы тут уже Все эти Боинги Лохи Дмар Скажите нам Вы не путайте Вы не путайте Высокотехнологичное производство С сферой оказания Услуг Даже пусть финансовым Страховая компания Она не выдержит Никакого массового Обращения к себе Людей за получением Страховки Потому что Это черная касса По большому счету Как в советское время Была там на заводе Куда все скидывались Если бы кто-то заболел Он мог оттуда взять А если бы там заболело Из 100 человек 20 Они бы уже ничего Там не взяли Вы понимаете То же самое Страховая компания И банки кстати То же самое Если побегут Забирать вклады Они же посыпятся То что сделали у нас Вот эти все Вот мы на самом деле Наша программа Она очень гуманная Мы ничего Не забираем Нам все Все сами приносят Вот у нас есть такая рубрика Это подарок от гостя Вот вы подготовились Михаил Маркович Рассказывайте А что вы принесли С чем пришли У меня Это единственная программа Куда Не розовые стекла На очках Подарки Не хочу их назвать голубыми Они такие небесные Вот будете через них смотреть Меня вспоминать А я буду знать все О чем вы говорите Потому что там микрофон Google очки Когда одеваешь И прям сразу Жизнь в других тонах Вот тебе хорошо Вот я и заберу Кстати Спасибо большое Очень приятно Но очки хорошие Кстати Приходите чаще На секундочку Прада просто Так что Надо будет Потом задекланировать В конце года Вечер раз Кто там у нас будет На здоровье Забираешь Депутатский мандат Забираешь себе В США Отказались от названия Эскему Из-за дискриминации Эскимосов Скажите А это действительно новость Или это Новость Я читал об этом Это реальная новость А в Америке было Эскимо Также закрыли И был бренд Анкл Джо Помните Дядюшка Джо Тоже отказались Анкл Бенц Анкл Бенц Анкл Бенц Был такой А отказались почему Потому что его звали Бенц Или потому что Анкл Потому что там был изображен Темнокожий мужчина И они посчитали Что это расизм Так и называется Марку А как тебе запретить Фильм Унесенный ветром Оскароносный А я не знаю То есть ты считаешь Это не украинизация политики Американская Что такое запретить Ну как в современном мире Можно что-то запретить Пока выбросили его Из одной базы Но в принципе Она все равно Но они запретили его Для своих мозгов А человек открывает сеть И смотрит там Спокойно этот фильм Хорошо А вот бренды Смены названия Анкл Бенц Эскимо Я не понимаю Что это за психоз такой Я считаю Что рушатся Библейские понятия В взаимоотношениях Между людьми Я не понимаю Почему на это ведутся Образованные люди Руководители Компании Которые вкладывали в бренды Мировых Миллиарды Лидеров по производству Чего угодно Автомобили Продуктов питания Я не знаю Ведь это же люди Которые понимают Что это бред Но это же не Скажем так Не то что там Не образованная какая-то Голова побежала Независимо от цвета кожи Что-то громить Потому что поняла Что у нее появилась Возможность купить Новые кроссовки без денег Или компьютер Отобрать Который лежит В магазине Этому подыгрывают Умные Образованные люди Это технология Если это технология Тогда должна быть Должна быть понятна Конечная идея Что они хотят сделать Или Вот я добавлю И это кстати Не Так власть у них И так Это кажется новость Такой вот странной Но например Вот есть в косметике Осветляющая Как это называется Саша Ты знаешь Наверное Пудра Наверное Специально Осветляющую кожу Какие-то Хайлайтер Да Их тоже хотят запретить Часть компаний Заявила что не будут Уже дальше их выпускать Потому что это как бы Осветление кожи И скрытый Российский контекст Скажите А Ну мне это уже как бы Не актуально Но я хочу Просто спросить А черный цвет волос Можно голове иметь Или надо всем блондинам Пока еще можно Да Нет Как раз можно Черный точно Можно будет иметь А спасать блондинам Явно будет проблема Я думаю Что нечто подобное Происходило В городе Содом и Гамора Где Простоптали Общепринятые Вековые Многовековые Понятия И взаимоотношения Между людьми Здесь не В сути греха Здесь не В поведении человека Который там Грехом был Смысл А в сути греха То есть Они потеряли связь А раз связь теряется Между поколениями И теряются основные Сновополагающие Какие-то вещи Которые Отделяют людей От животных Правила Эти люди исчезают Эти люди исчезают Есть только одно правило Нет никаких правил Надо кстати На позитивной ноте Заканчивать нашу передачу Поэтому еще вам Прочитаю пару новостей Позитивных? Да Президент Киргизстана Прилетел в Москву На парад победы Но не попал на него Из-за нашедшего у него Коронавируса Позитивная новость А Лукашин Молодец Молодец Ты готов Что мы чувствовали Лукашенко После парада победы Назвал Москву Столицей Родины Тоже Поработали с ним там Ну и напоследок Еще наверное Это любимая новость Алексея Подожди Это явно Оперный театр в Барселоне Открылся после карантина Вот И провел концерт Для растений Это действительно факт Смотрите как это выглядит Красиво Ну а что Растения не заслуживают Концерта что ли? Ну у нас даже Премьер-министр был По подобным назвать Растений? Ну да Арстений Арстений Растений Да В общем я думаю На этой вот тогда Оптимистической ноте Про растения Мы будем Подытоживать нашу передачу Благодарить Михаила Марковича Желать ему всяческих совершений И за подарки И за визит И за желание Изменить столицу И скажите Михаил Маркович Какой ваш главный будет Слоган на выборах И мы на этой ноте закончим Может месседж пока Ну я его не продумывал Харьков-Киев Я скажу чуть позже Нет В чем с Харьков-Киев Нет Ну зачем На противоставление Не надо Ну ты извини Запорожье кривой урок Как-то прошло Знаешь у многих У Зеленского Да Че бы Че бы и не посмотреть Я скажу так Если вам нравится Как есть За меня не голосуйте Потому что Так как есть Я не оставлю Все И вот на такой Прекрасной ноте Спасибо еще раз И до следующих встреч До субботы Пишите в комментариях Кого вы хотите видеть Нашим гостем И вообще Пишите комментарии Подписывайтесь И до новых встреч Кличко пригласить Мы приглашали Он еще пока До него не донесли информацию А до него не дошло Да Так что До следующей субботы В 11.15 на КРТ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok